Пока у меня тут заморозка тает, вот она, голодные морды выглядывают, говорит, хозяйка, где хавчик? Карамелька такая тоже, я жду, а где, а чё, а почему, дают, не, не дают, блин, а я жду, ё-моё. Ну, как всегда, прежде чем кормиться, у меня обычно разбор полётов, выясняем, где кто покакал, ну, вот примерно тут всё понятно, обязательно это дело проверяется, имущество изымается, контейнер всё равно после кормёжки буду чистить, вот мы где покакали, салфетка, походу, не пригодилась, а товарищ спрятался вот здесь, говорит, вишь, пошёл, я ушёл в подполье, ну, и вон нафиг такое. Вот, пригласила парнишку в чистый кабинет, пока всё убрано, и вот еда, собственно, еда. Ой, говорит, страшно, прям совсем, глянь, чё, кушать хочется, ну, чё ты испугался, прям таки, понюхал такое, а вроде и не страшно точно, блин. Чё-то я, говорит, позорился немножко, испугался, обознатушки вышли. Угу, а ну, а ну, само е. Да-да-да, это кушают, это бояться не надо уж точно. Давай, кушай, а то там ещё карамелька голодная сидит. Угу. Ну, всё, потерялся, голову найти не можешь. Ё-моё. Да-да-да, вот почти нашёл, вот почти. Немножко не в том направлении, но вот я надеюсь, что у тебя всё получится. Да, ну, очень сложная задача, найти начало у еды. Угу. Вот-вот-вот, почти угадал. И опять заблудился. Та ё-моё. Бывает, бывает. Парень не спешит, говорит, а оно, говорит, всё равно не убегает. Её, ну, только кошка, говорит, завидует, орёт. М-м-м, взялся, взялся. Давай-давай. Почти правильно? Вот, почти. Во-во-во-во, вот здесь, да, вот именно тут надо брать. Самое шикарное место, удобное для пищеварения, так сказать. Давай, Берий. И так неудобно, и так неудобно. Ты вроде не танцор, что там тебе мешать может? Угу, в твоём-то организме. О, нет, жопы не надо, я тебе говорю, неудобно будет. Всё, засмущался, это хозяйка, отвали, я сам разберусь, что ты, блин, лезешь. Сейчас я, сейчас, сейчас, это там кошка, правда, скажи, отнимет, сожрёт, а я голодной останусь. Ё-моё. О, всё, наконец-то. Нашёл. Угу. О, и из головы процесс сейчас пойдёт нормально. Пока нашёл, скажи, сам в себе чуть не запутался. Вот она, это проблема, покушать. Ну, кормовой объект в этот раз более такой жёсткий, не сильно мягкий. Да, без запчасти там одной, ну, приличного хотя бы вида. Да, и вот он с удовольствием его теперь кушает. Вот такой красавчик подрус. Парнишка растёт. Ну, и куда ты его потащил? О, вот, всегда главное плечевой пояс заглотить, а там уже дело техники. Дальше легче. Вот сейчас чётко видно, как нижняя челюсть продвигается. Ну, как бы делает такие перехваты. Грубо говоря, надевается на кормовой объект. Вот, старается, парнишка. Давай, давай. Расти большой. И красивый. Вот, вот, вот. Умница. Ну, вот уже видно, как расширился. Это там уже голова кормового объекта. За челюстями уже в шею пошла. И помогая вот такими вот, так сказать, сокращениями шеи, вот он быстрее сейчас всё это будет глотать. Ну, с этой стороны как-то нелицеприятно смотрится, но как он справится с этой задачей, вот лапка мешает, сейчас он её согнуть должен. Угу. Иначе вот немножко неонолового челюстью подмял. Ну, и всё сейчас получится. Вот. Молодец. Скажи, ты не тыка доголоден. Куда деваться. Причём, заметьте, даже верхняя челюсть, она шевелится обе половинки. То есть там всё подвижное на связочках. Не так, как у нас челюсть монолитом, так сказать, обе половинки правая и левая. А у них и верхняя челюсть подвижная, и нижняя тоже. Интересно, конечно, устроен организм. Впихнуть невпихуемо, это про змей. Они это умеют. Давай, последние штрихи. И, в принципе, покушал. Молодец. Вот тоже сейчас чётко видно, как нижняя челюсть, обе половинки двигаются. И верхняя, кстати, тоже. Видите, как вот прогибаются они? У нас так не получится, если челюсть не ломать. Вот и всё. Покушал. Молодец. Нюхает, нюхает. Телефон говорит, что это? Он несъедобный, и тебя и пугать не должен. Да. Так что переваривай, солнце моё. Сейчас имущество верну, салфетку новую. Да. И будем кормить твою красавицу-невесту, которая растёт вместе с тобой. Имущество вернула. Пойдёт ребёнок переваривать. Всё. Он даже видно, как в желудочке расширился. И теперь несколько дней беспокоить его не буду.